Эфир телеканала ННТ продолжают новости Дагестан в студии Зухралиева. Здравствуйте и вот о чем мы вам расскажем. И снова многомиллионные убытки. На этот раз от мощного града пострадали жители Буйнакска. Мечты сбываются. Для многих нуждающихся появилась уникальная возможность совершить хадж. Помог им в этом Сулейман Керимов. Трасса, скорость и свобода. Сегодня обладатели железных коней отмечают день мотоциклиста. Шесть золотых медалей, а еще два серебра и шесть бронзы завоевали дагестанские тэквондисты на юношеском первенстве России. И снова град и снова многомиллионные убытки. На этот раз стихия обрушилась на город Буйнакск. По предварительным данным от непогоды повреждения получили более 2000 частных домовладений, 33 многоэтажки, 7 школ и 14 детсадов. Власти же в свою очередь обещают людям оказать поддержку. Для оценки ущерба уже создана межведомственная комиссия. Наша съемочная группа побывала на месте. Слово Кариму Гомаеву. В городе объявлен режим повышенной готовности. Сколько сейчас стоит до 41 лет, я не видел града сильного. За моей спиной администрация и центральная площадь города Буйнакска. Уже сейчас люди пришли в себя, вышли на улицы и проводят свой досуг. Но несколько часов назад на город обрушился буквально ледяной дождь. И такого не припомнит ни один житель города Буйнакска. Обрушившемуся граду на первую столицу республики были удивлены буквально все. В соцсети мигом заполонили ужасающие кадры. Люди пытались спасти себя и свои авто любым способом. Когда град только начинался, мы были вот здесь. Здесь такой был красный зонт, мы все под ним спрятались. Потом же этот зонт не выдерживал град, и он же там дырки начали самец. По голове был. Потом спрятались, он там внутри. И потом там были и забежали вот туда. Пока кто-то пытался спастись от града под зонтом, автомобилисты спешили под любой более-менее подходящий козырек. Ну а это тот самый автомобиль с кадров любительской видеосъемки. Водитель пытался спасти машину от града, но попал в аварию. Теперь ему придется потратить еще больше на восстановление железного коня. По рассказам очевидцев, на местных заправках буквально не было свободного метра. Пытались вместить как можно больше машин под навес и боксы автомоек. Машину когда пытался спасти? Я свою, короче, под навес поставил, пока до работы добегу. Даже рикошет там то, что попало сюда, смотри. Настолько... Не, конкретно... А как сюда, наверное, спешили, да, там пытались... Полная была. Даже на мойке машине до конца даже вот так притик загнали, потому что задница осталась на улице до задней стороны машины. Ну, хоть что-то получилось спасти, да? Да. Но спрятаться от разгула стихии удалось не всем автомобилистам. И теперь буйнакский авторихтовщик – самая востребованная профессия. Уже, да, звонил заранее там человеку, и уже, говорю, очередь забей мне. Очень много людей, особенности русских, сейчас сначала с ними надо вопрос решить. Потом я тебе скажу, когда свободно будет. Под ударом града размером с куриное яйцо не устояли даже кровли домов. Дождь пропитал этот, и это все, это сыпаться начало, все то, что там есть. Власти обещают, что без поддержки люди не останутся. В администрации города было проведено экстренное совещание с участием сотрудников главного управления МЧС по республике. Открыта горячая линия по вопросам получения компенсации полученного ущерба. Информации о пострадавших людях не поступало с органов здравоохранения, но зато есть причиненный значительный ущерб. Мы сегодня же создаем 15 групп, которые будут делать по квартирные обходы. Те люди, которые получат эту информацию, но которых не посетили эти группы, они могут обращаться в администрацию, подать письменное заявление. После этого сразу же будет к ним направлена комиссия, которая будет актировать нанесенный ущерб. Пока комиссия оценивает ущерб, а жители города стоят в очередях к автомастерам, МЧС предупреждает о вновь приближающихся осадках в нашем регионе. Остается надеяться лишь на то, что в этот раз удар стихии будет не такой сильный. Карим Гамаев, Саид Шагидов, Новости ННТ, Буйнакск. Более 14% жителей Дагестана живут за чертой бедности. Это значит, что их доход в месяц не превышает 13,5 тысяч рублей. Рейтинг регионов по доходам населения на начало 2023 года составил РИА Новости, основываясь на данных Росстата. В нем наша республика занимает 64 место. При исследовании аналитики опирались на два основных показателя. Первый из них – отношение доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг. Второй – доля населения за чертой бедности. Для того, чтобы посетить духовного лидера Дагестана, шейха Ахмада Афанди, в Махачкалу прибыли муфтии трех регионов России – Свердловской области, Красноярского края и Кабардино-Балкарии. Религиозные деятели обсуждали вопросы хаджа, улучшения нравов, укрепления среди верующих таких качеств, как терпение и стойкость. Гости выразили шейху свое восхищение его духовно-просветительской и общественной деятельностью. Гости также поблагодарили муфтия Дагестана за предоставленные им бесплатные путевки в хадж. В завершение встречи муфтии Свердловской области вручил шейху Ахмаду Афанди награду «Медаль бронзовый полумесяц за усердие». Если я смогу, я поставлю перед собой задачу, если Всевышний мне даст возможность, жизнь, здоровье, чтобы у дагестанцев, чтобы был хороший нрав. Чтобы то, что присущие кавказским людям, что у них горячая кровь, я хочу, чтобы эта кровь остыла у них. Чуть-чуть хорошие в регионах, когда будут, чтобы сказали, что это кавказский, видите, сейчас по-другому идут. Вот так хочу я. Я думаю, если мы вместе будем в этом направлении работать, то Аллах нам поможет. Тем временем каждый год пристальное внимание к рейсам в хадж, которые спонсирует Сулейман Керимов. Благодаря меценату у тысячи дагестанцев появилась возможность осуществить свою мечту. Об очередной такой хадж-компании расскажет Айша Тухаева. Нуждающиеся малоимущие и родственники погибших в зоне СВО в этом году отправляются в хадж на средства благотворителя. Для многих это долгожданное путешествие, которое облегчает квалифицированная помощь и поддержка руководителей хадж-групп. В каждом месте, которое нужно читать дуа, мы будем слух читать, за нами вы повторите. Помимо этого, самые дуа, принимающие места, мы вам подскажем. Самые лучшие дуа, которые, как мы ранее говорили, это дуа, которые исходят от сердца. Как ваше состояние? Пока нормально. Проходите. Если чуть-чуть слабость будете чувствовать, сообщите. Хорошо. Мы сразу бляжу возьмем и поднимемся. Хорошо. Поклоняюсь только лишь одному Аллаху. Я уверовал в Аллаху, и Мухаммад, это посланник, и его раб. Вот это судительство, как бы будет судный день делать, это спасет нас. Паломники всегда тепло благодарят человека, который вот уже много лет подряд помогает тысячам дагестанцев отправиться в хадж и молятся за него. Встреча была великолепная. Алхамду лиллах, мы на этой земле, и с помощью Аллаха мы совершим все обряды, которые нам предписал Всевышний. Спасибо Сулеймана Керима. Пусть Аллаху, я Раби Аллаху, рядом с Мухаммадом, построят ему дворец Зураю, золотой дворец Зураю, за то, что он отправил нас в этот хадж. Поездка в хадж, а также теплое и комфортное пребывание на святых землях обеспечены насредствами Сената. Высокий уровень приема гостей в отеле впечатляет и паломников, и руководителей групп. Они, в свою очередь, предоставляют людям всю необходимую информацию. Выстраивают для них наиболее оптимальные маршруты, чтобы совершить как обязательное, так и желательное поклонение в хадже. Это двухэтажное здание, где написана библиотека. Это место, дом, в котором родился наш любимый пророк. В эти дни прибывшие первыми рейсами по благотворительной линии Сулеймана Керимова посещают значимые в истории ислама места. Рейсы, которые доставят всех паломников по путевкам от Мецената, будут вылетать до 20-го числа. Айша Тухаева, Халид Ахмаев, Новости ННТ, Мекка. Сегодня особый день у обладателей так называемых железных коней. В России день мотоциклисты отмечают в третий понедельник первого летнего месяца. Своё шоу устроили жителям столицы и участники дагестанского мотоклуба. Они совместно с историческим парком организовали импровизированное представление. Горцы на своих железных конях продемонстрировали скоростную езду, дали возможность сфотографироваться и даже прокатиться. Для участников мотоклуба прошли конкурсы. Они соревновались в самой медленной езде и у кого громче мотоцикл. Участие приняли как опытные байкеры, так и те, кто только вливается в эту волну. Сопровождалось действие выступлением ансамбля и зажигательной лизгинкой. И о спорте. Дагестанские тэквондисты стали лучшими на юношеском первенстве России. Соревнования среди спортсменов 13-14-летнего возраста прошли в городе Шахта Ростовской области. На счету наших спортсменов 6 золотых, 2 серебряные и 6 бронзовых медалей. Лучший результат за все время участия в этих соревнованиях. Награды высшего достоинства выиграли Абубакр Шаих Магометов, Исмаил Исмаилов, Башир Аджиев, Рамазан Расулов, Аминат Рамазанова и Амина Богодзиева. А борец-вольник Магомед Магомедов стал единственным в составе российской команды победителем первенства Европы среди юношей. Турнир накануне завершился в Албании. Воспитанник Каякенской школы борьбы стал лучшим в весе до 48 килограмм. На соревнованиях дагестанский спортсмен провел 4 схватки, в финале победив борца из Армении. Еще трое наших вольников – Искендер Дагиров, Ибрагим Гаджи Магомедов и Магомед Гасанов – стали бронзовыми медалистами. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова